Всем привет, мои дорогие зрители! С вами ваш Мангуст, я рад вас приветствовать на своем канале. И сегодня у нас новая серия по фарминг симулятор 19, но серия крайне необычная. Сегодня просто будет какое-то безумие. Мы с ребятами для вас подготовили кое-что интересненькое. Сегодня у нас будет поезд против 50, ребят, грузовиков. Мы посмотрим, сможет ли 50 грузовиков остановить эту махину. То есть состав разгонится и будет просто сшибать здесь все на своем пути. Я надеюсь, что он хотя бы проедет машин 10, может быть его остановит. Не знаю, посмотрим вообще остановят ли его машины. Я думаю, будет очень эпично, ребят. Они просто стоят вот так вот лбом к поезду. Мне кажется, они будут так вообще разлетаться. В общем, все, посмотрим. Машин здесь реально 50. Сейчас я так, ну, навскидку. Сейчас примерно с вами посчитаем. Более-менее проедемся. Посмотрим, как все это будет выглядеть. Смотрите, ребят, как это все на миникарте. То есть это какая-то реально змейка. Там вот машинист около лесопилки уже готов. Расставляли мы эти машины, наверное, минут, ребят, 20 точно. В общем, вот это начало. Вот тут уже 4 машины до переезда. Считаю, вот 8, 9, 10. Они туда-туда уходят. Сейчас я проедусь и вообще покажу, где это конец. Вот смотрите, вот самое эпичное место. Вот мы тут подумали с ребятами. Самое эпичное место будет вот там вот. Вот сейчас я покажу, проедусь. Но я думаю, вы догадались, что именно самое эпичное. Это будет мост. Вот, кстати, мост, скорее всего, может быть и остановит наш поезд. Видите? Смотрите, грузовики находятся как. То есть он въезжает на мост. И мне кажется, там как-то переклинит машины. Либо они разлетятся просто в хлам. Непонятно, что будет. В общем, надо как-то все это дело заснять. Но вот я не знаю. То ли мне... Может быть, знаете, как сделаем? Ребят, мы, наверное, сделаем. А если не будет эпично выглядеть от третьего лица, то я сделаю как бы я из салона поезда. И я когда буду от третьего лица. Посмотрим. И вот она, эта змейка идет. Это реально какие-то... Знаете, мне напомнилось, что это дальнобойщики бастуют против Платона. Просто взяли и остановились на железной дороге. Смотрите. Это просто какая-то жескач. Жескач, ребята. И вот конца и края не видно. Сами смотрите. Я представляю, как куча мала здесь будет. Представляете? Главное, чтобы они разлетались. Разлетались эпично, красиво, гармонично. Так скажем. И вот в конце всего это действие замыкает манчик, зерновозик. Может быть, они даже здесь в куче какой-то такой соберутся и упрутся в эту стойку. Хрен его не знает. Сейчас будем смотреть. Будет очень интересно. Так, я сейчас еду назад на изготовку и даю сигнал нашему машинисту, чтобы разогнаться. Так, пока не разгоняйся. Я еще сигнал не дал. Не, ну мало ли он сейчас поедет. Так что давай, ребята, сейчас возвращаемся. Так, еще есть максончик. Видите, там начальник разъезжает. Он тоже будет смотреть. Максончик, ты, наверное, встань около моста. Потому что там будут, мне кажется, самые эпичные кадры. И ты делай какие-нибудь скриншоты прикольные. Так что сейчас будем смотреть. Я еду назад. Может быть, даже можно было взять какую-то машинку побыстрее. Или вообще вид сверху сделать. Не знаю, сейчас будем смотреть. Если что, надо сейчас будет все это дело сохранить, чтобы можно было несколько раз это эпично повторить. Так, возвращаемся на исходную. Там надо как-то сразу разгончик брать будет, наверное, чтобы успеть запой... О, блин, ни хераси меня занесло. Как бы в эту машину прям. Влетели. Ребят, забыл сказать, конечно. Я просто на эмоциях. Смотрите, как вообще. Потому что сейчас будет что-то эпичное. Поэтому, ребят, я вам сразу говорю, ставьте лайки. Пишите интересные комментарии. И вы обязательно поделитесь в следующий ролик, как вот эти ребята. Если что, пишите интереснее, пишите больше. Обязательно попадете. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Подписывайтесь на наш инстаграмчик. Ну что, я на месте. Давай, машинист Мишаня, разгоняйся. Сейчас, ребята, там лукусов нагрузят. Давайте, ребят, больше лайков, больше скорость поезда. Больше эпичности будет. Так, сохраночка, сохраночка моя. Надо было сохраниться. Ладно, мы там вроде сохранялись. Так, или сохраниться все-таки. Ладно, ребят, сохранюсь на всякий случай. Так, все, Мишаня поехал. Сразу беру разгончик, наверное. Так, где он там? Летит? Да, ребят, поезд летит. Какая скорость, Миш? 80. 80, максималочка, да, уже? Да. Ребят, ну это сейчас будет просто эпик. Я не знаю. Это сейчас будет... Мне главное на мост успеть. Так, смотрим. Главное на мост успеть заскочить, чтобы увидеть, как там... Ребят, пошли. Все. Понеслась. Охереть. Блин, это же вообще жесть. Смотрите, что происходит, ребята. Ну-ка, ну-ка, скорость падает, Миш? Нет. Скорость вообще не падает, вы пос... Я охерею просто. Блин, я... Я влетел в дерево. Офигеть, пацаны. Офигеть, вы посмотрите. Просто безумие какое-то. Вообще скорость не упала? Нет. Вы посмотрите на эти машины, которые тут валяются. Офигеть. Блин, я не успел, реально. Вон они летят, я успеваю. Я еще успеваю, ребят. Мне вот интересно, сейчас в стойку он влетит или проедет. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Проехал? Проехал. Ребят, это просто... Охереть. Ничего себе круто всталка. Слушай, они даже отцепились некоторые или нет? Нет, вроде не отцепились. Просто это, ребят, вообще какую-то жесть. Классно. Макс, как там кадра? Охеренно. Вообще, ребят, это что-то с чем-то. Знаете, что сейчас сделаем? Еще раз попробую. В обратную сторону. Да, может быть... Нет, нет, нет. Я сейчас загружу сохранку, ребят. Смотрите, куда ман заскочил. Это вообще что-то. Я такого просто никогда не видел. Ребят, я думаю, это заслуживает лайкоса. Просто. Он назад поехал. Он поехал назад, но ты уже... Блин, бедный фредлайнер. А, я не успел. Надо было раньше сказать. Подожди, а я могу сесть в него? Не, вроде не могу. Не, я не могу уже сесть. Ребят, посмотрите на это разу. Развалившуюся, я не знаю, нечто. О, я могу сесть, ну-ка. А, нет, все. Ну, тут уже неинтересно. Тут все развалилось. И ты даже скорость не потерял, да? Нет. Даже в некоторых местах поднималось. Ну, ребят, короче, поезд остановить нереально. Но мы еще кое-что попробуем там потом. Давайте попробую. Теперь я буду от первого лица. То есть, здесь понятно, но как все это будет выглядеть от первого лица со стороны машиниста поезда. Давайте, ребят, никуда не переключайтесь, сейчас поедем. Ребят, ну что, теперь часть вторая. Теперь я буду выступать в роли машиниста. А вот эти самые грузовички будут выступать как соперники мне. Ну что, попробуем теперь. А вид от первого лица, как будет это эпично выглядеть. Так, тут даже можно, смотрите, прям именно конкретно в кабине машиниста сесть вот так вот. И будет все это эпично. Но я думаю, вид от третьего лица будет интересней. Потому что вам будет все это дело намного как бы виднее и лучше. Так что давайте, ребята, разгоняемся на максималочку. 80 километров в час уже. 80, я так понимаю, это максималка. Ну, ставим на круиз-контроль, чтобы не жать кнопочку вперед. И наслаждаемся этим видом. Смотрим, реально сбросит ли хотя бы скорость немножко. Так, поехали. Ребят, начинается экшон. О господи, они просто как пластилиновые разлетаются влево-вправо. Вы посмотрите. Остается просто проход какой-то. Вау, вау. Вот это вообще. Как он полетел сейчас. Смотрите, смотрите на здание. Ой, ё-моё. Вообще крутяк. Так, этот мост. Вот он. Вообще без остановки. То есть, сами видите. Как змейка какой-то они поднимаются. Улетают вообще куда-то в космос. Хе-хе-хе. Просто крутяк вообще. Бу-бу. Вот это вообще, ребят, экшен. Боже мой, что мы творим? Что мы творим на этой безумной ферме? Вот это он полетел. Вот сейчас интересно будет. Хоть бы как-то тачка в распор бы встала, чтобы прям... Ну, пожалуйста, давай-давай-давай-давай. Ах ты, блин. Затянуло за собой. Я думал, сейчас этот манчик в распор встанет, и мы, может быть, как-нибудь упрёмся в него. Ребят, ну что можно сказать? Поезд в этой игре не остановить. Это реально безумная машина, которая хрен чем остановишь. У нас есть у меня ещё кое-какая идейка, как можно попробовать кое-что интересное сделать с поездом. Реально. Будет очень интересно. Я думаю, мне кое-какой человек поможет в этом деле. Надо кое-что изменить в карте. И я думаю, мы сможем остановить этот поезд. Так что, ребята, не забывайте отгружать лайки, подписываться на канал, чтобы не пропустить новые серии. Пишите интересные комментарии. Но это ещё не всё, ребят. Я думаю, вам интересно будет посмотреть, что же произошло после столкновения локомотива с данными грузовиками. А вот мне тоже интересно. И давайте посмотрим. Проедемся здесь немножко. Ну что, это вот первые грузовики, которые приняли на себя удар. Ну этот вообще стоит, как, не знаю, чисто просто развернуло. Так, эти друг на друга встали. Переезд они здесь перегородили. То есть тут уже люди не проедут. Ага. Ну там можно объехать, в принципе, да. Ну, боты же они такие тупые. Зелёный фредлайнер закинуло на крышу. Кстати, там дальше ещё один фредлайнер, который реально улетел куда-то вообще непонятно. Посмотрим. Он очень далеко. Мне кажется, он дальше всех улетел. Так, ну здесь тоже так закинуло. Не особо здесь сильно раскидало, потому что здания мешали улететь подальше. Но вот здесь нормально они так. Один даже на дерево улетел. Он там вообще нормально так закинуло его. То есть, прикиньте, его через здание как-то перекинуло. Вот. Здесь на крышах никого нет. Но дальше я увидел, что вроде кто-то один на крышу залетел. Он очень далеко. Так, тут набок завалился. Эти чисто так стоят спокойненько. Так, сейчас вот самое интересное. Тоже сейчас заедем на мост. Посмотрим, как на мосту. Вот тут смотрите, они как-то три вообще грузовика соединились. Здесь, да, три грузовика здесь, прикидываете. Офигеть, они просто сплелись между собой. Вот здесь они вообще попадали навзничь, куда-то вниз пропасть нафиг. Вот тут вообще красиво. Прикольно было бы здесь еще взрывались, знаете, вот эти цистерны. Они бы еще взрывались, было бы вообще сверхэпично. Еще коровы со скотного этого прицепа бы вылетали. Так, ну что, дальше у нас там, в принципе, таких сильных повреждений нет особо. Ну, такого. Они все разлетелись по краям. Уж там более-менее ровная дорога. Я думал, что там в конце перегородит манчик. Но не смог. И вот, вот он этот грузовик, который улетел дальше всех. Я видел его полет. Он реально далеко-далеко улетел. Смотрите. И вот он залетел на какой-то этот... На какое-то здание. Это, видимо, продажа животных. Потому что мы видим здесь корову. И он еще на дерево. Я даже, мне кажется, сесть в него не смогу. Да, потому что он, видите, как-то он... Так, давайте сверху посмотрим. Смотрите, как все это дело раскидало. Вообще прикольно получилось, на самом деле. Мне очень понравилось. Я надеюсь, что эта серия вам тоже, ребята, понравилась. Так что будем пробовать еще как-то останавливать пояс. Или будем прикольные рпшки. Ну, это даже не совсем рпшки. Будем прикольные серии с поездом или с чем-то еще. Предлагайте ваша идея. Всем спасибо за просмотр, ребят. Не забывайте подписываться, ставить лайкосики. И всем пока-пока. С вами был ваш Мангуст. Субтитры сделал DimaTorzok.